Всем привет! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал. И приглашаю вас подготовиться вместе со мной к фестивалю для молодых семей Мамдэй. Таблички готовы. Теперь мне нужно вырезать заготовки для открыток. Эта бумага представляете от чайных пакетиков. Материалы мои готовы. И заготовки, и вырезалки. Для начала мне необходимо было подготовить таблички для фотозоны. Очень удачно у меня оказался дома гофрокартон и очень хорошего размера. Двумя слоями акриловой краски я загрунтовала картонки. И потом уже принялась за эскиз. Мне нужно было нарисовать картинки в технике в стиле поп-арта. Как раз таки под нашу афишу. И знаете, что было самым сложным? Нарисовать шрифты. И когда делаешь что-то в первый раз, это оказывается на самом деле сложно. Долго я мучилась с первой табличкой. Но потом пошло как по маслу. И вот уже сделала шрифты. И вот смотрите, как с помощью ватной палочки легко и просто можно добиться вот такого эффекта горошка. И также еще кисточкой помогла. Затем достала маркер и на другой табличке я сделала вот такие вот капельки. На другой табличке сделала тени. Вот у меня уже три штуки готовы. Хочу показать вам также афишу, которую сделали девчонки у нас. Обратите внимание, что на афише у нас супермама. И табличку я также сделала супермамой. И последней табличкой у меня была просто с надписью мама СПБ. Я решила покрасить шрифты в желтый яркий цвет. Прям буква за буквой я вот так вот все раскрашивала. Вспомнила раскраски в детстве. И также ватной палочкой по красному фону сделала горошек. И давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Вот такие вот яркие таблички, зажигательные. Нам так они понравились. Просто мы в восторге остались от этих табличек. Прям очень. Таблички готовы для фотозоны. И теперь мне нужно сделать, вырезать заготовки для открыток. Думаю, что открытки будут в разных тематиках. Я купила бумагу для скрабукинга в разных тематиках. Вот первый лист у меня вот такой вот с котиками, с фразами интересными. Далее два листа с цветочным орнаментом. Два листа одинаковых. Я с одного листа возьму цветочки, а с другого листа возьму вот такие вот фразы, чтобы можно было клеить на открыточке. Они всякие разные. Здесь и маме обращены, и просто поздравляю, и люблю тебя. Самый лучший день. Такие вот фразы очень приятные. Далее есть у меня бумага из морской тематики. Я думаю, что тоже может подойти. Скоро начнется летний период. Такая еще есть морская бумага. И более нежных оттенков. Тоже, я думаю, прекрасно подойдет. Это чисто вырезалки. Я еще буду готовить основу под открытки. И плюс еще обычную скраб-бумагу, чтобы сделать фон для вот этих вот вырезалок, которые я сейчас вам показала. Давайте начнем вырезать. И поехали! Начну вырезать кошечек. Вырезаю я с помощью двух ножниц. Маленькие маникюрные и обычные вот такие канцелярские ножницы. Маленькие маникюрные и обычные вот такие канцелярские ножницы. Маленькие маникюрные и обычные вот такие канцелярские ножницы. Листы с кошечками я вырезала. Вот столько у меня получилось. И теперь у меня следом идет вот такой вот лист с весенними цветочками. Фух, ну что, я вырезала цветочки и напоследок оставила вот такой вот букетик сложненький. И, конечно, у меня рука уже устала от маникюрных ножниц. Но что делать? Работа кропотливая, но нужно ее сделать. И нарезала карточками. Мне кажется, что они так хорошо подходят к нашему завтрашнего мероприятию. Тут написано и любимой мамочке, и сестре, и бабушке, и дочке. Прям такие семейные фразы. Также есть, поздравляю. Есть 8 марта, конечно, уже не актуально, но все же. Морские пока решила не нарезать. Я завтра их возьму с собой и посмотрю, как пойдут те картинки, которые я уже нарезала. Если их не хватит, то я нарежу уже в процессе работы, в процессе мастер-класса. Также еще вот такие вот возьму цветочки, потому что мы не знаем, сколько завтра придет участников на наше мероприятие, на фестиваль. Поэтому я возьму с собой, пусть будет, возьму ножницы и, если что, буду вырезать. Сейчас разбираю свою бумагу для скрапбукинга. Ищу подложки для своих открыток, которые завтра будем делать. И нашла еще материал с летнего мастер-класса. Я думаю, сейчас посмотрю, что здесь есть. Может быть, тоже возьму с собой. И вот смотрите, какая открытка у меня здесь лежит. Очень неплохая, мне нравится. Думаю, может быть, как пример, завтра возьму ее с собой. Эта бумага, представляете, от чайных пакетиков. Вот мы пьем чай, и из них же можно потом сделать вот такую вот бумагу. Она очень тоненькая такая, приятная. На самом деле, даже ее не рвется. Вот мы попили чай. Высушили пакетик, аккуратненько вытащили оттуда чай, раскрыли. Потом уже погладили эту бумагу. И вот получается такая вот заготовка, подложка для открыток. Может быть, вы будете использовать еще где-то в каком-то творчестве. Вот вам как идея. Эти листочки получились совершенно разными. Смотрите, как этот прокрасился у меня, как этот. Поэтому здесь прям, что не пакетик, что не бумага, то что в индивидуальном окрасе. И на этой открыточке тоже, как вы успели заметить, есть этот чайный пакетик. В качестве основы для открыток я решила взять картон, крафт-бумагу. Она у меня примерно 200 или 300 грамм. Я уже не помню, такими длинными листами, отрезами. И я сейчас ее порежу на кусочки, на отрезы. И потом уже мы будем клеить на них разные элементы. Вот как пример на этой открыточке. Подготовила основу для открыток. Помнила, что у меня есть еще вот такие вот открыточки. Красивые, с птичками. Моя ученица работает в типографии. Принесла мне бракованные открытки. И я решила их использовать. Почему бы и нет, мне кажется, очень хорошо будет подходить. Под декор, который я подготовила. Можно его сделать на обратной стороне. То есть будет такая вот двусторонняя открытка. С одной стороны птичка с фразами, да. А с другой стороны уже будет открытка Headmade. Как вам такая идея, что скажете? Материалы мои готовы. И заготовки, и вырезалки, бумага. Также я приготовила клей-карандаш. На всякий случай еще возьму линейки, карандаши, ножницы. Вот такой вот клей. Он, правда, жутко вонючий. Но на всякий случай, мало ли с помощью клей-карандаша не будет приклеиваться какие-то элементы, то мы воспользуемся вот таким вот клеем. Сейчас все буду упаковывать, собирать в сумку. И завтра уже поеду на мастер-класс. 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 Ну что, я уже наконец-таки собралась. Материалы в сумке ждут завтрашнего часа. И давайте приключимся уже в завтрашний день. У вас пройдет всего 1 секунда. У меня еще полдня и ночь, поэтому пожелайте мне удачи. И давайте уже смотреть, что в итоге у нас получилось. На следующий день я приехала в библиотеку с утра пораньше. Надо было приехать к 11 часам, чтобы успеть подготовиться к мастер-классу, к мероприятию. Я вот себе выбрала столик у окна, чтобы было посветлее. И начала раскладывать свои заготовки. Рядом готовится мой коллега-художник. И, кстати, скоро будет мастер-класс с ним в этом же видео. Так что оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. Я разложила свою красоту на столе и ждала своих участников. Субтитры сделал DimaTorzok И обещанный мастер-класс от художника Петра Александровича Хаертинова. Он так легко владеет подручными материалами. Все у него идет очень просто. Вот губкой он работает, и кисточкой, и пластиковой карточкой. Где-то руками проведет по рисунку. В общем, его работы просто завораживают. И, конечно же, процесс. Субтитры сделал DimaTorzok Я хотела не заснять его и вторую работу. Давайте посмотрим, что же у него в итоге получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И давайте посмотрим на третью работу. Прям даже интересно, что получится. Кстати, спойлер. Такие чудесные зайчики там получились. Просто замечательные. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Даша, если ты будешь смотреть это видео, спасибо тебе большое за такую красоту. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я это очень ценю и всем пока!